Здравствуйте! В этом уроке мы с вами сделаем вот такой красивый самовар. Сделаем его в двух техниках, то есть без росписи. Это мы сейчас с вами применим нашу любимую технику с какао. Будем выпекать рисунком вверх и это будет уже готовый пряник, который вполне может быть кому-то подарен. Такие формы с восхитительными трафаретами, просто находка, если нужен срочный подарок. Обратите внимание, поскольку пряник большой, я раскатала тесто на коврике силиконовом, тефлоновом, простите, на котором буду выпекать для того, чтобы не деформировать края нашего пряника. При переносе иногда больших форм, форма вытягивается. В общем, вот в таком виде он отправится в духовку. И вот такой восхитительный пряник вы можете уже подарить. Далее мы с вами распишем его в другой технике. Наш пряник испекся. Смотрите, какой он замечательный. Даже без росписи он прекрасный подарок. Но мы его с вами еще раскрасим по-другому. Продолжим украшать наш пряник самовар. Вот мы с вами залили поверхность белой глазурью. Глазурь высохла. И теперь мы с вами прикладываем трафарет к нашему высохшему прянику с белой глазурью. Берем глазурь консистенции мягкий пик и начинаем заполнять наш рисунок. Вот мы закончили. Теперь мы берем силиконовую лопатку. Так, аккуратненько прижмем. И начнем вот такими движениями прорисовывать нашу картинку. Остатки счищаем, смотрите, вот в тарелку. Поскольку мы здесь не можем воспользоваться рамкой, нам нужно аккуратненько пальчиком прижимать, чтобы не съехала наша картинка с трафаретом. Иначе рисунок у нас с вами испортится. Ну, с вами берем, аккуратно поднимаем. Вот смотрите, какой красивый пряник у нас с вами получился. И для его росписи мы использовали не много времени, благодаря тому, что есть восхитительные трафареты и вырубки для пряников. То есть вот у нас два варианта, как мы можем сделать красивый пряничный подарок быстро и очень красиво. Спасибо. 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 Спасибо.